Начиная с 14 ноября, работа в рамках превентивного проекта «Не прожигай свою жизнь» активно развернулась по всей области. В Бресте она была отмечена большим количеством мероприятий, в числе которых открытый диалог со студентами Брестского государственного университета имени Пушкина. Эта форма работы уже успела доказать свою эффективность. Как правило, во время таких встреч молодые люди имеют возможность поделиться своими планами и желаниями, а также рассказать о проблемах, которые существуют. В рамках открытого диалога юноши и девушки смогли пообщаться с представителями местной вертикали власти, сотрудниками МЧС, медиками, которые в очередной раз напомнили молодым людям о вреде курения, а также рассказали, каким последствиям может привести халатное отношение к себе и своему здоровью. В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» мы проводим открытый диалог со студентами. Тема у нас такая очень интересная и есть определенные, конечно, в ней проблемы – это курение. Мы хотим пообщаться с студентами, узнать их мнение, то есть, понятно, курение – это вред, и с ним нужно как-то бороться. Но чтобы бороться, мы должны проводить работу в молодежной среде. Для более эффективной реализации мероприятий в рамках акции «Не прожигай свою жизнь» были использованы различные методики. Особое внимание уделено превентивным мероприятиям, проходящим в крупных торговых объектах. Людей здесь, как правило, больше, а значит и больше аудитории, которая в очередной раз может услышать нужную информацию. Одно из финальных мероприятий проекта прошло в торговом центре «Экватор». К реализации акции подключились лидеры объединения БРСМ и специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Сигарета, она может стать нелепой причиной гибели человека, если она явилась причиной пожара. И то же самое она может стать причиной медленного сгорания человека от того, что он курит. Это как минус замедленного действия. Поэтому мы сегодня здесь и мы хотим еще раз обратить внимание всех жителей города Бреста, ну и в частности посетителей этого торгового центра, на тот вред и ту опасность, которую представляет сегодня сигарета. И просим отказаться от курения. Мы просим, чтобы люди не тратили столько денег на сигареты, а лучше их потратили на витамины, как мы сегодня предлагаем. Участники акции смогли поменять сигарету на конфету или фрукт, пройти анкетирование у специалистов Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, получить консультацию о том, почему важно проходить процедуру страхования и каков процент пожаров от общего количества чрезвычайных происшествий. Параллельно с этим на площадке проводились конкурсы, викторины, а также небольшой концерт от юных музыкантов города. В целом акция прошла ярко и насыщенно. Мерения были насыщенные. В первую очередь были мероприятия на автовокзалах, на объектах общественного питания, в высших учебных заведениях и сегодня здесь торговом центре. Это долгосрочное мероприятие, оно не будет видно сразу. Я надеюсь, что люди задумаются, ну, может быть, даже и бросят пулить.